Привет, друзья! Все вы знаете о моем увлечении с фитнесом и даже находясь в своем родном городе, я не забываю про спорт. И сегодня мне поможет тренироваться мой хороший друг, семикратный чемпион Республики Азербайджан, участник чемпионата Европы, участник чемпионата мира, Шаим Казимов. Меня зовут Артур Мегтиев, это канал Мегтиев Ньюс. Поехали! Друзья, это Шаим Казимов. Семикратный чемпион Республики Азербайджан, участник чемпионата Европы, участник чемпионата мира по ходе билда. И сегодня Шаим поможет в тренировке. Сегодня мы качаем что? Мы прокачиваем свою спину. И, наверное, 30. То есть сегодня у нас спина и 30. Смотрите внимательно, запоминайте. Поехали! Шаим, расскажи, так как наши видео все-таки предназначены больше для новичков, мы такой сейчас цикл видео начинаем. Скажи, что важно в любой тренировке? Наверное, это разминка. В любой тренировке самое главное. Хорошая разминка. То есть мы там... Разминка это очень важная вещь, надо разогреться, надо понять все-таки механику упражнения. И это нам позволит убрать травмы, ненужные нам. Ну и вообще, как бы, разминка это полезна. Так, расскажи про упражнение. Это что, тяга в наклоне? Я все-таки совещу стамую тягу и тягу в наклоне со штампу. Первый раз шею. Начнем со стамой тягой. Чуть-чуть подсобьет ноги в колено, спина воно. Опускаем чуть-чуть ноги в колено и на ногу на себя. Вот так. Нанимаем еще мешков к камеру. Руки чуть шире плеч. Спина ровная. Поехали. Отлично. Каня, расскажи, пожалуйста, важно ли, когда ты делаешь упражнение, одевать пояс, который страхует, видимо, поясницу? Для чего вообще это нужно? Чтобы не погрузить позвоночник, комфортно себя чувствовать и поднимать веса. То есть, друзья, пояс все-таки нужно одевать. Это пензур, очень легкий вес. В районе 12-15 повторений, чтобы хорошо прогнать, прокачать. Шанин, подскажи, обратил внимание, что когда ты находишься в наклоне и ты верхний арбитузер в этом, ну, первую часть упражнений, ты делаешь задержку. Нужно ли делать какую-то паузу? И что это дает? Уборочная, да, мы всегда сокращаем, если мы будем делать это лучше, 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 лучше. То есть, получается, если мы, на мой пример, если мы делаем упражнение вверх, тянем вверх, то есть, мы поднимем, просто склоны задерживаемся, за этот час. А что, на склончатся, подожди? Скажи еще, оттянут все-таки животную внизу, и все-таки надо повыше, в шлюзе. Немножко увеличить. Веса прибавляем постепенно, у Шаина шаг по весам немножко другой, у Шаина большой практик и опыт, поэтому вы можете позволить сделать шаг побольше. Всем новичкам мы советуем, конечно, немного меньше дозировку, ну и как бы спина такое место, которое все-таки, наверное, возможно повредить при неаккуратном выполнении упражнения. Вот, смотрите, в верхней части, как мы говорили, на доле секунды задержка. Мы закончили с тягой в наклоне, и сейчас переходим на тренажер, значит, это получается, как преназначение тяга? Верхняя тяга в груди. Верхняя тяга в груди. Ты покажешь, что это правильно делается? Берем хват, чуть-чуть, через плечей. Тянем на центр. Легкая тяжесть. Сокращаем деклопатку. То есть внизу, опять у нас такая фиксация, да, полсекундная? Да. Это упражнение, если я не ошибаюсь, очень хорошо расширяет спину, дает ширину широчайших, скажем так. И вообще, мне кажется, что это одно из любимых упражнений многих людей. Видимо, у него все-таки эффект от упражнения явно заметен, поэтому мне кажется, многие его любят. с изображением они показывают что elas любят. Да. Поехали. Так, Шанин, подскажи, сколько нужно делать подходов, сколько повторений в подходе? Ну, дай какие-то рекомендации. Минимум 4 подхода в районе от 15 до 8 повторений. А скажи вообще, идея вообще упражнения, почему 4 подхода, почему не 2, почему не 7, например, почему 4? Откуда такая середина золотая появилась вообще? Во-первых, 2, это получается как бы, они уходят как бы на разминку, на разогрев, на растяжку. Почему не 7, потому что есть еще после этого 3 или 4 упражнения. То есть, ты имеешь в виду? 4 или 4 подхода в 3 или 4 упражнениях будет. Может появиться какая-то перетренированность, наверное? Может быть, просто не то, что перетренированность, но на последние упражнения оно не будет так плодотворное. А последние, скажем, 6-й, 7-й магазин. Понятно. Все, продолжаем. Скажи, уже много было сказано про питание, про режим, про сон, ну вообще про все, что способствует росту и что нужно для тренировки. Расскажи, такие какие-то, может, общие моменты, рекомендации по количеству питания, что есть, что не есть, кардио, важные элементы или... Ну, по поводу питания, то вам надо просто, если хотите поддерживать форму, подсушиться, убрать лишний жирок, углеводы просто перемещать на первую половину дня. И желательно есть дров, не 3 раза в день, а 5-6 секунд в день. То есть для нормального прогресса нужно не менее 5-ти раз тренировки, даже тогда. И тонус, и будет ход, и тонус, и мыслись, и два раза все выделяйтесь. Понятно. А что вы скажете про кардио? Нужно ли кардио вообще? Сколько нужно делать? Хотя бы неделю, два раза в день. А что это, бег, велосипед или... Бег, велосипед. То есть, все, 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 все... Кардио, наоборот. Ладно. И еще скажи про время, каждый день выделить. Каждый день выделить, что делать вечер. Ну, какое часа за два раза. А если совсем кардинально, так сказать, калории, лишний вес, то, что последний вечерний кардио, ничего не нужен. А, сама длительность не у вас на 30-40 минут? А, от 25-40 минут. Друзья, делайте кардио, кардио помогает. Вы не будете толстеть, у вас не будет жира в организме, не нужно. А, на кардио это важно. Продолжаем бомбить спину. И следующим упражнением у нас сейчас тяга, горизонтальная тяга. И сейчас от тренажа. Гориозная тяга на хамбе. Так, Шаня, расскажи про механику упражнения. Значит, в отличие от проекционных нотов, мы берем принципиальный горизонтальный хват, чтобы прокачать всю верхнюю часть спины от тропезии, задней дельты и утолщение самой спины. То есть, это получается комплекс и ширина, и толщина? Да. Скажи, правильно я понимаю, что это в какой-то степени аналог тяги в наклоне? Только получается, здесь мы фиксируем ноги и изолируем как бы широчайший, да? Похоже, чем это и тяга на хамбе, и фронтальный тяга. С изменением высоты и флаг. Понятно. Попробуй, вот раздевай. Верхно. Ширина нормальная? Сядь немножко назад, чуть-чуть. Наоборот. Садишься назад, а грудь вперед. Все, отлично. Локти чуть-чуть повыше, чуть-чуть. Отлично. Тени до конца. Фиксируем. Друзья, в очередной раз убеждаюсь, что вес не важен. Важна техника. Даже сейчас таким небольшим весом я попытался делать важнее правильно, и мне стало, поверьте, достаточно тяжело. Всем советую и рекомендации о чемпионах, что техника при высшем весе. Здесь, конечно, не то ощущение, как в нижнем платье. Ну, конечно, что отличается. Шаня, расскажи, сейчас вот ты, ты же уже давно не наступаешь, да, у тебя сейчас тренерская работа, ты сейчас ведешь учеников своих. Скажи, твой режим тренировок, он сейчас лайтовый, то есть ты не делаешь, скажем, по пять упражнений на одну мышцу, ты делаешь два, три, четыре упражнения. Какой режим у тебя сейчас? Я держусь в трех. В трех максимум четырех упражнений. То есть, три-четыре упражнения на мышцы, на группу? Ну, не максимальный, наверное, шестьдесят процентов. То есть, получается, в среднем на группу мышц ты делаешь три упражнения, получается, в среднем. Понятно. Так, сейчас у нас? Сейчас у нас трицепсы. Мы закончили со спиной, и сейчас мы переходим к прокачке трицепса. И первым упражнением, лично для меня, это будет, ну, Шаник сейчас расскажет, как правильно его делать. Оточнее, откроет вам небольшой секрет. У него есть своя техника секретная, секретная. Секретный секрет. Сейчас мы вам все покажем. Берем так же, просто, вот, вот, обычно опускаю на лоб, и опускаю лоб до за головой. То есть, глубоко за головой, получается? Этим я для себя миную траву, и Шаник растягиваю, кучки. То есть, получается, ты опускаешь еще даже ниже скамьи? Да, максимально. А, максимально в скамье. Насколько можно сгибать его. Я сейчас тоже попробую по методике шеи. Так, хват, отлично. Запускай его. Поднимай слегка голову. Заноси. Вот так? Да. Теперь, с локтями. Давай его, суйся. Вот, отлично. Уже. Тогда ты прочувствуешь максимально трицепсы. Отлично. Шаник нагружает вес. И увеличивает веса. Давайте еще раз внимательно посмотрим на технику. Голова приподнята над скамейкой. И гриф заводится за затылок, получается. Так, наверное, будет видно отсюда, вот с этой стороны. И получается, что вот эти, вот этот пучок заднего очень сильно прокачивается. Следующее упражнение после французского у нас должны были быть брусья. Но я уговорил, что я не делал брусья. Почему? Потому что лично я ненавижу просто брусья. Ну, может, потому что я их делал неправильно. И у меня как-то страдает техника. Но я попросил, и Шаник прислушался к моей просьбе. И мы сейчас покажем вам новое упражнение. И, возможно, у тебя наносило, наверное, патент там-то упражнение. Хотя, не ты его придумал, но ты его часто используешь. Так, подожди, давай сначала, значит, в раму мы ставим скамью, наклон больше, чем 45, ну, почти ровно, наверное. Почти ровно, это, конечно, плечи мы как качаем, вот по таким же углам. И этот блок опускаем как-то над головой. Так, и механика следующая. То есть ты садишься, делаешь аналог французского, но руки выпрямляешь вперед. Да, аналог французского, уже как на тренажере. На тросах. Так, руки, получается, локти на уровне груди. Правильно. Представь, что я делаю французский универшек. Да, интересное упражнение. Надо сейчас попробовать тоже так сделать. У меня нет травма опасна, но лучше гонять будет. А спина в этом случае не работает? Абсолютно. Вот как-то так. Так, я сейчас тоже попробую. Ну, поехали. Получается, локти. Локти. На уровне груди. Хват вот такой нормальный хват? Отлично. Еще выпрямляйте? Достаточно. Вполне, да. Это дает хороший предварительный пампинг после базы французского. Да, я, кстати, чувствую такой налив от локтя до плеча. Такой налив. Дополнительный налив. Вот такой упражнение. Сейчас мы похвастаемся трицепсами. Смотри, все стороны надуты. Все стороны запамплены. У тебя сечка такая на задней части? Так, продолжаем упражнение. Следующим заключительным упражнением разгибания рук на блоке. Шаня, расскажи, почему ты используешь такой блок, а не, допустим, канаты? Он удобен для охвата, для кистей. Очень удобный и комфортно на нем работает. И почему разгибание? Пока что лучше у него еще ничего не придумать, чтобы закончить трицепс. Скажи, а вот ведь у канатов техника другая. Когда ты опускаешь руки вниз, ты их разводишь как бы вдоль. Да, в две разночки в сторону. Правильно. Есть там свои плюсы. Понятно. Это опять-таки разновидность резимбарина. То есть ты предпочитаешь такую V-образную. Понятно. Стоять еще одна. Легкий лон вперед. И все. От груди вниз до конца. Вот так. Я тоже попробую. Ну давай. А ширина такая нормальная? Нормальная. Продолжаем тренировать мышцу трицепса. Мы закончили основное упражнение. Закончили упражнение на спину. Тренировый прицепс сейчас. Ай, владельца секретная. Что? Растяжка. Растяжка, снятие нагрузки из позвоночника. Ампрессия. Как это гравитационные буты. Гравитационные буты. Гравитационные буты. Гравитационные буты? Да. так что мы делаем то есть ты пытаешься закинуть ноги наверх мне кажется в жизни так не сделаю сколько времени нужно висеть для начала по 30 секунд надо увеличить до минуты даже до пяти минут давай давай поверни крючком вперед вот это сюда просу другую давай на конца нормально тебе за вторую а это что все мы уже закрыть Друзья мои, для меня это будет аттракцион, как в цирке. Надо еще говорить на арене цирка, а я ни ноги не приду к туда. Придется. Давай. Еще раз. Вторая попытка. Выше. Не, не могу попасть там ногой. Давай. Так, я помогу. Помоги мне. Вот так, да? Так. Повис? Ого, мне страшно. Расслабься, отдыхай. У меня, я смотрю, уже хрустит. Ну, как ощущения? Уже сейчас я только что немножко вытянулся уже. Сейчас я буду высоким. Ну, ты сейчас под 2 метра. Мы продолжаем, значит, продолжаем растяжки. И у Шаина есть новый метод. Шаина, расскажи, это придумка собственная? Нет, это придумка заимственная лутикуля. Заключительный этап нашей тренировки – растяжение шеи на позвонках. Убираем весь, всю компрессию, потому что мы работаем за тренировку. Вот, одеваем его сюда, фиксируем. А вес как выбираешь? Ну, вес мало, но максимум 50 кг, не более. Шейно-мнижеская, конечно, может, поранится. И получается повисаешь? Да. Полностью расслабляюсь. Друзья, смотрите, очень интересная вещь. Я сейчас попробую на себе. Делаем круговые движения головой. Ну, не круговые, а повороты в сторону, лево-вправо. Друзья, я сейчас попробую на себе. Садимся. Мне кажется, не тяжеловато. Может, убавить надо? Давай, я убавлю. Так, поехали. Полностью расслабляемся. Дышим спокойно. И наслаждаемся процессом. Ну, вот, как-то вот так. Блин. Слушай, нормально? Тянет нормально тогда, скажешь. Ну, как ощущения? Ощущения приятные. Есть немного боли, но это потому, что сейчас спина все-таки нагружена, и у меня есть некоторые проблемы со спиной. Я чувствую все продомбленные мышцы, в итоге позвоночник. Но ощущения приятные. Попробуйте. Возможно, вам это отлично. Я попросил Шаина немножко попозировать на камеру. Просто оценим форму после тренировки. Мы сейчас на пампе. Шаин, покажи, может быть, основные позиции. Отлично. Двойной спереди. Так. Широчайшие. Отлично. Грой сбоку. Покажи нам спину. Отлично. Покажи двойной сзади. Ну, и как по традиции Олимпии, самые мускулистые. Йес. Отлично. Друзья, наша тренировка подошла к концу. Мы прокачали все, что нужно было прокачать. Сегодня мы растянулись. Мы получили довольство тренировки. Шаин, спасибо отдельно. Спасибо. У нас еще, так как я не спекриней в Баку, у нас еще назначена одна секретная процедура, которую я расскажу вам позже. Смотрите дальше в других роликах. Благодарю, что вы смотрели это видео. С вами был Артур Мехтиф и Шань Билл. Пока.